Всем привет, друзья! С вами Крабаш74 и сегодня мы посмотрим на очередную модификацию для игры Спинтайрос. Это Урал 6614. Этот Урал уже был давным-давно. А вот его отец, этого Урала. Как вы видите, с размерами тогда не шутковали. В принципе, я не поленился. Я нашел свой ролик. Он был, по-моему, от 20 октября. Я выложу, кому интересно, ссылку в ВК. Посмотрите, этот ролик у меня есть. Я тогда его тестировал уже, этот Урал. Он для самой первой версии игры. И именно поэтому под ним черный квадрат. И стекла вот такие. Вот. Что? Мы вернемся к этому Уралу. Далеко не будем от него отходить. Что, в принципе... Это что такое? Это вид из кабины? Это вид из кабины, ребят. Да. Давайте вкратце посмотрим, что тут, по большому счету, есть. Потому что, знаете, я знаю... Как-то... Там сказали, какие-то версии будут еще этого Урала. А если так обычно говорят... А если так обычно говорят, то значит... Урал, собственно, он недоделанный. Так. Есть какой-то бодекс. 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 Так. Что дает? Ремонтные очки дает. Замечательно. Смотрим дальше. По внешнему виду, знаете, ну... 43-20-30 дает о себе знать постоянно нам кабина его. Есть, ребят, анимация... Я прочитал это. Есть анимация карданов. Мы вкратце будем сейчас смотреть. Очень кратко. Блин, свет только дали. Начал сразу запис... Записывать. Ага. А что? У него только одна ось? Работает-то. Длинный кардан идет только вот на... Только на эту пару. Остальные пары, они, в принципе, не функционируют. А значит, нет полного привода. Или есть полный привод. Но автор поленился, собственно, взять и карданы провести к другим колесным парам. Итак. Давайте развернем эту... Эту замечательную модель. Я могу, знаете, сразу вам сказать... Функционала... Функционал этого данного мода равняется нулю. То есть... Тут кроме... Вот здесь не работает ничего. Не работает кран. То есть, видите, кран дает ремонтные очки. Больше ничего он не дает. Это естественно. Все краны дают только ремонтные очки. Они ремонтируют нас. Бортовая платформа, которая не загружается. Ничего она не делает. То есть, и при этом, вот эти люди, они еще пытаются хамить Фуркату то, что он всякую дрянь делает для игры. Понимаете, которую делает Фуркат дрянь для игры, так называемую. Эта дрянь работает в мультиплеере. Вот эта дрянь белая 6614, она не будет работать в мультиплеере, ребят. То есть, функционал равняется нулю. Абсолютно. Мусорный контейнер. Это так необходимо этой игрушке. Автор еще указал, что 12, по-моему, аддонов. 12 модов. К данному моду идет 12 модов. Это я прочитал из группы, из которой я качаю обычно моды. Вы все знаете, откуда я качаю моды. Функционал, я говорю, равняется нулю. То есть, кроме топлива и ремонтных очков, нам больше ничего не дает. Вот это вот. А, так еще и все вместе можно поставить. Замечательно. Давайте я поставлю все. Вот. Все ставим. Колеса. Колеса крас. И колеса... И колеса романенковские. И мы во своясь и полетели. Остановись. Ммм... Может остановиться? Про... Папу не ударь! Твою ж мать! Надо подождать, когда он остановится. Папа, по-моему, отлетел. Ладно, пускай он далее летает, а мы... Нам пересесть нужно. Так. 255. Так, 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 так. 65-20. Давайте на него... Пересядем. А где он? Сынок, ты где? Как замарал, а? Паскуда. Вот. Паскуда. Все, успокоился. А где он? На, вот он. Ты продолжаешь? Ну ладно. Оу-оу-оу-оу. А, это Урал. Урал улетел. Где, мать твою... Вот. Пускай... О-оу-оу! Оу-да-е! Вы смотрите, что там за херобора творится. Ха-ха-ха-ха! Я думаю, что вам амбрема не помешает. Вот так вот видно замечательно. Вот этот весь сыр-бор, который там происходит. Пусть он там и повисит. Вернемся к нему чуть позже. Итак, заводим этот Урал. Я поставил, чтобы он заменял Красс. По дефолту он заменял, по-моему, ЗИЛ, если мне память не изменяет. Вы можете скачать, кстати, ссылка под старым видео. Вот на данный Урал. Тогда его тоже сделал этот же автор. И мне он его любезно предоставил для обзора. Я его тогда поблагодарил. Сейчас я его благодарить не буду за это. Получено 300... 300 ремонтных очков. Вот. Так, стоп. Вот. Вот смотрите, даже вот тогда текстура была гораздо лучше, чем сейчас делают. Лампочки. Все горят лампочки. Звук остался. Как будто он еще летает. А, я время хотел перемотать. Лампочки действительно, по-моему, горят? Или нет? Или мне так кажется? Да, ребят, вот смотрите. Делали лампочки тогда. Блин, красиво, баском. Но это, понимаете, это тоже не работает в мультиплеере. Бортовая платформа. Да, это тогда смотрелось убого. Да, это тогда висело на высоте. Но тогда это были первые моды. И были они достаточно хороши. Тогда, я говорю, с размерами ребята не шутковали. То есть, в машинах гораздо были реальных прототипов. Гаражные части ставились. На него сцепочка. На сцепочку у нас ничего не ставится. Я его тогда еще спрашивал про эту сцепку. Зачем он тогда поставил сцепку? Прикрутил к нему. Если, в принципе, ничего не ставится. Давайте перемотаем на утро. Вот так вот. Вот, солнечное утро. Висит. Далеко не уходи. Там виси. Вот. Ремонтные части. Вообще, в принципе, знаете, если бы он реально доработал вот этот вот Урал, и еще тогда, было бы гораздо все лучше. Он его не доработал. Подожди, заведись. Он его тогда не доработал. И сделал сейчас. Слепил из того, что есть. Я не знаю, зачем он это сделал, конечно. Бэк открыть даже есть. Видите, все прекрасно работает. Борт открывается даже. Все замечательно тогда еще работало. Ну, нужно было-то только... Все. Нужно было-то тогда его просто доработать, и все. А, ну да. Работает. Вот. Но, видимо, автор не захотел. Автор не захотел. Автор решил вот так вот. Вот этот, кстати, кузов, он, по-моему, уже был у Рони. Рони тогда его вешал на что-то. Если мне память не изменяет, это тот же самый кузов. По-моему, он его брал уже отсюда. Если мне память не изменять, повторюсь еще раз. Смотрите, здраво, как все было сделано. Блин, нафига было выдумывать вот эту всю колесицу. Которую сейчас сделал, да? Вот, которая сейчас в небе там висит, Урал. То есть... Для чего? Да, вот был, кстати, единственный бак, знаете. Вот этот вот. Прицеп-роспуск, он стоял неадекватно. Ну, то есть, это ошибка, естественно, самого этого человека, который делал этот прицеп-роспуск. То есть, это была единственная его ошибка с этим распуском. Больше, в принципе, ошибок не было. Вот. Все остальное, по большому счету, знаете, работало. Без всяких на то платформа с краном. Все функционировало, все работало. Все нормально было. Нахрена было выдумывать паровоз? То есть, я не знаю, колесо. То есть, реально выдумал колесо просто. Вот и все. Ну, вот за это и поплатился, собственно, вот этой вот херней, которая в небе сейчас висит. Давайте его попробуем забрать. Нет, лучше я прокачусь на этом. Не хочу этот вот забирать. Я лучше прокачусь, знаете, на этом, потому что мне он больше как-то внушает доверие. И тогда он был клевым. Да и сейчас, знаете, он клевым. Если его... Стоп. А в чем проблема? Что-то деревья клонятся начали. О, вау, вау. Стоп. Да, вот он... Вот он вот такой вот монструозный, но... Вообще, копать-то будет, нет? Сейчас мы его попробуем в грязь загоним, посмотрим. Я просто, знаете, я как-то не возвращался никогда к этому моду. То есть, вот, работала... Адекватно работала подвеска. Что сейчас делают, я вообще не знаю. То есть... Вот надо-то было доработать чуть-чуть. Вот она качается уже. Что еще надо-то было? То есть, как на оригинале практически. То есть, и она не прыгала, как мандовушка. Как сейчас, да, вот они прыгают. Сори, конечно, за такую фамильярность, наверное. Но я уж говорю, как оно есть. То есть, бью прямо в лоб. По проходимости. По проходимости тогда не были завышены никакие показатели. Было все нормально. Все адекватно работало. То есть, было все здорово. Видите, это бахила даже здесь умудрилась засесть. Вот так вот. То есть, не было вес. Все это вот так вот функционировало нормально. Ну, тогда, видите, тогда колеса поворачивались точно так же, как и передние. То есть, если сейчас передние выворачиваются, а задние чуть поменьше делаются, то тогда вот был вот этот вот косичок. То есть, как-то вот так вот, ребят. Давайте вернемся к этому пугалу. Я думаю, что он остановится. Все равно сейчас до края карты долетит. Урал вообще там люлей получает по-черному. Или там уже МАЗ прилетел. Ну, что-то же его должно остановить. Да, 43-20 там люлей получает. Во-во-во-во, край карты был, черт. Ну, давай! Да успокойся ты уже, а! Перевалил мне тут уже половину деревьев. Он не любит Урал, видите? Прародителя тоже своего ненавидит очень жестко. Постоянно долбит этот Урал. Блин, у меня реально голова уже закружилась от этого Урала. Ой-ой-ой, ни хера тут откинули ее. Да, короче, пошла в задницу эту модель. Автор не постарался, а я не собираюсь ее успокаивать, эту модель. Пускай она дальше летает. Так вот лучше сделаю, потому что иначе голова заболеет. Вон УАЗик, кстати, валяется на крыше дома. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Бедный УАЗик, мать твою. Как тебя покарало. Да, Урал, наверное, не лучше в состоянии. Нет, Урал, кстати, в нормальном. Это все в юго. Опс. Папу выкинули. А с вами был Карабаш74 со своим таким некратким обзором, ребят. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на паблик ВК. Все ссылки будут. Ссылку на новый Урал, который я размещу в описании под видео. Ссылку на старый свой обзор я скину в ВК. Вместе с новой. И посмотрите. То есть этот Урал можно там скачать. Под видео есть ссылочка. Всем большое спасибо. Не забываем ставить лайки. Всем удачи, ребят. Всем пока.